добрый день уважаемые трейдеры с вами академия трейдинга инвестиций меня зовут гоценко андрей сегодня у нас уже четверг 11 июля есть кое-какие идеи по рынку и хотел прояснить ситуацию связанную сильными движениями на рынке в том числе и по доллару в первую очередь хотелось бы отметить что сегодня и так же как и вчера у нас рынок потрясает выступление господина паула в конгрессе вот вчера это было вызвано очень сильными движениями это вызвало сильное движение и по золоту по евро доллару в принципе по всем долларам инструмента вот но и сегодня он тоже будет выступать что интересно дело в том что то что пишется что он будет выступать 17 как вчера это не говорит о том что он именно в это время будет выступать вчера на движение начались в 1530 вот поэтому будьте внимательны вот эти два дня это выступление паула в конгрессе что интересно сейчас по рынку мы с вами отрабатывали пытались отработать золото на от нонфармов вот и золото свои свои нонфармы пробила как-то бывает большинстве случаев на на дневном графике это видно вторую цель золото конечно не обновила цель у нас находится вот здесь вот но что хочу сказать дело в том что как вы знаете есть площадки двух уровней то есть ближние и дальние как правило охотники за стопами те кто торгует вместе с нами выходят по первым целям это правильно если есть возможность удержать позицию можно держать до вторых и третьих целей но дело в том что вот эти два события которые произошли на дневках вот это конкретно это у нас нонфарма вот здесь фигурки у нас значки вот это это выступление паула они друг с другом не связаны нонфармы вышли сильные вот и мы их увидели но как минимум зарождение третьей волны которая в большинстве случаев пробивает новость дело в том что на новости в рынок затягивает очень много народу и вокруг погоня или охота за новостными экстремумами это собственно самое самые лучшие цели вот заметьте что нонфармовский день пробит и с одной стороны и с другой так бывает большинстве случаев позавчерашний пин бар в тенденции с которого мы держали продажи он подтвердил то что нонфармы будет пробит и и принципе вот это движение небольшое там порядка ну как небольшое с 170 пунктов по пятому знаку она себя оправдала и обновление произошло у нас утром в конце азиатской сессии вот это событие она не связана с нонфармами это выступление паула но он сказал что ставки будет опускать и рынок на это отреагировал по положительно поэтому был каскад площадок 1 2 до этой до нижней не хватало по моему около 70 50 пунктов тому 60 скажем так но основная цель то есть захват нонфармов произошел после нее хочется позавчера произошел паттерн так называемой на неопределенность это когда в рынке появляются два вот таких вот пин баров разные стороны это неопределенность это может выглядеть там и поглощениями разносторонними на дневках это может выглядеть видео таких пин баров но то есть после обновления нонфармов рынок просто ожидал выступления пола что он скажет вот поэтому после обновления но ног удерживать шарты при пин баре в обратную сторону то есть американцы купили не имела конечно никакого значения теперь у нас есть это мощное поглощение естественно аукцион который по хаям оставался и сегодня максим поляк потом говорил он никуда не делся сегодня второе выступление паула посмотрим чем говорить вот но наша задача работать по площадкам верхнем и нижнем дожимать верхнюю тут конечно осталось сколько порядка там 200 пунктов если дадут хороший откат можно конечно поработать но все-таки основной план это наличие сверху какого-то сетапа на продажу в том числе на дневках и поход в нижнюю зону с хорошим хорошим потенциалом заказ которым стоит работать это 700 пунктов я считаю наиболее перспективные идеи пока рынка здесь нет вот поэтому я подожду заброса в эту сторону у нас есть на это время вот и работать внутри аукциона лучше только по внутридневным площадкам единственная цель здесь внутри вот этого золотого аукциона была площадка по нонфармов скому дню и она была пробита это очень важно так что касается инструмента евро доллар давайте что интересно еврик очень после хорошего шартового хорошей шартовой инициативы половины из которой это также нонфармы слегка откатил вчера на заявлениях паула это все хорошо конечно но что меня интересует в этой зоне интересует площадочка по 11700 вот он эта площадка чтобы ее взять нужны какие-то сигнальные бары в этой зоне может быть рынок нам даст их от которых можно будет поработать на понижение да все сейчас горит какое понижение если ставки будет опускать вот доллар будет слабеть ну я в эти пугалки не верю я верю только в свои ценовые уровни и сетапы price action которые периодически появляются с которыми я работаю последнее время по еврику хороших сетапов на мой взгляд не было в рамках стратегии охота за стопами поэтому сигнала не на покупку на продажу и не вижу я думаю что евро доллар вот этот инициативный бар обновит сегодня так же как и золото обновит верхнюю границу аукциона и если после этого обновления у нас здесь появятся разворотные сигналы то можно поохотиться уже за нижней площадкой желательно чтобы был каскад площадок от двух и более дней и соответственно поработать вот в эту зону при наличии сетапа сверху что касается кроссов до сих пор самым самым интересным для меня кроссом на покупку является австралиец канадец который обновил уже минимума здесь я думаю что он может легко вернуться хотя бы на половину от этого движения и рассчитываю примерно на 250 пунктов по четвертому знаку отката вот который который произойдет с большой вероятностью потому что кросс очень шумный вот и отрабатывает все свои без откаты минимум наполовину вот и по этому инструменту есть есть на то перспективы может быть еще будет перелом рекомендую набирать его в диапазоне 50 пунктов по четвертому знаку в ланге на откат примерно половину думаю может он больше конечно пройдет вот кросс интересный самый перепроданный стрелец франк не так перепроданного уже отбил часть своего падения но потенциал для роста у него тоже есть в принципе вот эти инструменты которые интересны на сегодняшний день сегодня еще постараюсь записать видео очень интересное по работе с кроссами по величине среднего без отката очень интересный метод многим подойдет особенно те кто не не располагает большим временем для торговли думаю будет для вас интересно ну и напоминаю что сегодня в четверг в 17.00 произойдет очередной разбор сделок вы можете ним поучаствовать он будет в скайпе вот для этого достаточно пройти по ссылке под этим видео которое называется закрытый раздел сайта и сделать заявку на участие в разборе сделок я вас добавлю skype и в 17 часов мы с вами позанимаемся течение часа полутора по сделкам если они соответствуют стратегии охоты за стопами либо price action принципе на этом все если понравилось видео ставьте лайк и до встречи сегодня вечером в 17.00 на разборе сделок всем пока